Здравствуйте, дорогие мои собеседники! Мы продолжаем сегодня размышления над тайнами земной жизни, над судьбоносными эпохальными встречами, которыми она жизнь богата, особенно у нас в России. И ведет нас этой узкой тропой русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Мы беседуем о его стихотворении «Пророк». И сегодня поговорим о том, как изменилось зрение, способность видеть окружающий мир у лирического героя этого произведения, а значит и у каждого из нас, ибо проникновенно повторяя пушкинские слова, мы как будто бы становимся участниками описываемых им мистических событий. Вы помните, Серафим Шестокрылый явился среди мрачных удолей жизненной пустыни, тому, кто был томим жаждой духовной. А что дальше? Перстами легкими, как сон моих зениц, зрачков, коснулся он, отверзлись вещи зеницы, глаза, как у испуганной орлицы. За что мы так любим Пушкина? Который, как это справедливо считается, был одним из создателей современного русского литературного языка. За то, что каждое его слово и словосочетания как будто бы высечены из камня. Они точны, просты, до предела выразительны, и прекрасны по форме, будучи глубоки по содержанию. Вот так свойственно мыслить и говорить гению. Кому из маломальски образованных наших слушателей и зрителей не известно это словосочетание перстами легкими, как сон. Перст – палец. Но согласитесь, что в данном случае цикловно-славянизмы вполне соответствует возвышенности этой встречи грешного человека и небесного существа по имени Серафим, дух, пламенеющий любовью. И так он коснулся легкими своими перстами зениц, зрачков и глаз. Отвердлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Давайте поговорим сегодня с вами о зрении, о способности видеть, каким мы видим мир. Вот пройдешься сегодня по новому Арбату, этой старинной вместе обновленной улице, где еще недавно сидели художники и выставляли продукты, плоды своего творчества. Посмотришь на картины «Мама не горюй» в страшной физиономии, от которых побледнел бы ранее Николай Васильевич Гоголь с его вечерами на хуторе близ Диканьки. Или Босх, западноевропейский художник, над содержанием картин, которого до сих пор гадают искусствоведы. Вот эти искаженные человеческие лица, разъезжающиеся на квадраты, так называемое концептуальное искусство, которое приносит человеческое тело в жертву, которое приносит человеческое тело в жертву абстракции. «Что это у вас здесь за фантасмагория?» спрашиваете вы, юного художника. И почему такая мрачная картина? Я так вижу мир. К сожалению, не только художники, но и обыватели зачастую замечают вокруг себя лишь негатив. Не согласитесь ли вы со мною, что мы сегодня, наполненные статическим электричеством, напоминаем собой навозных мух, которые садятся лишь на нечистые места, перенося на лапках заразу. О, несчастная склонность соседей видеть взаимные недостатки, пересуживать, перемывать, переламывать друг другу кости. Между прочим, от этого люди и стареют. Никакие подтягивания и перетяжки кожи вам не помогут, включая ботоксы. Если вы не обрели способность видеть светлую оборотную сторону медали. Замечательно, что у нашего поэта как раз и написано об этой нейрохирургической операции. «Моих зениц коснулся он, отверзлись вещи из зеницы, как у испуганной орлицы, а может быть, как у ребенка перводневного, который, выходя из лона матери, раскрывает с изумлением свои очи и видит мир в его первозданной красоте. Мне хочется пожелать себе и вам, дорогие друзья, вот этой способности видеть не темную оборотную, а светлую сторону жизни. Смотря друг на друга вот этим преображенным взором, а для этого необходимо прикосновение ангела, оно свершается, наверное, через таинту церкви, сознательно воспринятое крещение, принесенную искреннюю исповедь, причастие, причащение святых христовых тайн, когда просветляется ваша душа, и вы начинаете понимать слова русского барда, безвременно покинувшего этот мир по злой воле наемного убийцы. Мир есть только отражение наших чувств и наших глаз. И если мы добрее не станем, то и мир добрее не станет. Я желаю себе и вам этого просветленного взора на окружающую действительность. И точно, когда общаешься с близким, тебе человеком, приятелем, другом, родственником, своей половиной, или вовсе незнакомым тем, кто вошел вчера в твою жизнь, давайте закрывать глаза на естественные немощи, недостатки и возбуждать себе умение видеть стороны, позитивные, сильные, светлые, все преимущества которых мы сами не имеем. Человеку воспитанному, просвещенному, в подлинном смысле интеллигентному и свойственна эта способность видеть свет незримый, таинственно мерцающий в человеческой душе. И дай Бог, чтобы глазам каждого из нас прикоснулся шестокрылый Серафим и, избавив нас от темной поволоки, даровал нам видеть сокрытую в людях доброту, чистоту и любовь. Они имеются у каждого, стоит лишь только внимательно присмотреться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова